Дорогие слушатели и друзья, уже не побоюсь этого слова, сегодня я хочу вам в продолжении летней темы показать, как очень быстро и просто сшить платьице на бретельках. Сшить платьишко на бретельках. Это могут быть самые разные варианты. Это может быть и платье, это может быть и топ, это может быть все что угодно. Платье может быть и широкое внизу, и какое угодно. Платье, лето, сарафан и так далее. Бретельки могут быть самые разные. Вот фигурные бретельки, например, сегодня в моде. Мы делаем иногда просто широкая бретелька. Здесь она присобирается и пришивается в нужном месте. После примерки это место определяется и пришивается вот таким образом. Очень любят женщины, у кого ручки полненькие вот такие вот платьица. Шьются они элементарно просто. Или, например, очень удобно летом пришиваются сюда две полосочки, две широкие бретельки и завязываются вот такими вот бантиками, которые тоже немножко приподнимают конечные точки плечевых швов и делают все более таким вот, ну, как бы более совершенным. Еще, ну, вы понимаете, что это можно заменить совсем тоненькими, роликовыми лямочками. Или мы делаем, допустим, несколько роликовых лямочек, а сзади они еще пересекаться могут и так далее, и так далее, и так далее. То есть предел фантазии здесь нет границ. Вы можете сделать все, что угодно. Но что для этого вам нужно? Конечно, вам нужна ваша базовая конструкция. Переходим к ней. Вот она у вас есть. Я даже очень долго говорить не буду. Это настолько делать все просто и понятно. Посмотрите, вот у вас есть базовая конструкция. Это полочка, это спинка. Котенья, она может быть длинная, но я беру вот ее. Нас интересует только верх, поэтому я беру верх. Конечно, нам, как всегда, нужно выбрать, мы уже ранее об этом с вами разговаривали, нам нужно выбрать вот это расстояние. Расстояние от высшей точки плеча до начала, высота груди первая, до начала нашего выреза. До начала нашего выреза. То есть вот это расстояние. В прошлом варианте это было 19 сантиметров, например. Вы его откладываете от конечной точки плечевого шва. Вот они 19 сантиметров. Я получила вот такую насечку. Надо сказать, что, напомнить вам, вернее, что если ваше изделие без рукавов, то вы вот этот отрезок выбираете, ну, вы соответствующим образом переоформляете вашу базовую конструкцию. У меня заготовочка с рукавами, но пусть вас это не смущает. Мы будем считать, что она у нас построена без рукавов, со всеми уточнениями, которые необходимо внести на эту базовую конструкцию. Их всего три. Смотрите в учебнике, смотрите предыдущее видео. Там я про это говорила, повторяться не хочу. Итак, вы отложили нужный вам уровень с самой верхней точки до вот этого начала. Затем вы берете и восстанавливаете перпендикуляр до начала выточки. Измеряете левую сторону вот этой выточки до точки С. Измерили. Отложили эту величину справа. Отложили. Они одинаковые. И ушли совершенно прямой линией под мышку. Вот сюда. На спинке всю эту историю просто продлили. Вот так. Все. Верхняя часть нам больше не нужна. Можно ее взять и отрезать. Вы скажете, а где бретельки, где их форма? Да, нету бретель, нету формы. Но есть примерка. Помните, что у нас всегда есть примерка. И поэтому есть макетная ткань. И на примерочке я всегда могу легко все это сделать. Вот мы получили верхнюю часть. Здесь нужно промерить ее сантиметровой ленточкой и сверить с той меркой СГ-1, которая была 9. Вот я сейчас измеряю. Например, 26. И здесь у меня получилось аж целых 51 сантиметра. Допустим, я померила, а у меня было 48 сантиметров. И 3 сантиметра у меня, скажем, было лишним. Хотя в жизни это бывает редко. Бывает там сантиметра полтора-два сантиметра. И я вот эту разницу, на эту разницу, я могу увеличить раствор на грудной выточке. А могу и оставить так, как есть. Это большой роли здесь не играет. Все зависит от того, что здесь у нас будет. Но мне надо перевести вот эту выточку в боковой шов. Вот видите, она у меня в боковом шве, да? Поэтому я из центра груди, из точки С рисую линию в боковой шов. Беру ножницы и выполняю перевод вот этой выточки. Разрезаю до точки С и закрываю старенькую вот эту маленькую выточку. Здесь это не корсет и не купальник. Лучше не увеличивать на грудную выточку, иначе вот тут может пузырь оказаться. Вот посмотрите, что у нас получилось. Спинка и полочка. Но эти выточки, само собой, они остаются все на своих местах. Вы одеваете вот это все на себя. Не забудьте, что надо укоротить вот здесь зона недоступности. И вот эта выточка, она немножко укорачивается. Смотрите предыдущее видео, да? Вот. Прикрепляете, как выполняется примерочка. У вас нет плечиков, держаться нечему. Поэтому вы одеваете тот бюстгальтер, которым будете носить это платьишко, допустим, так? Прикрепляете булавочками к лифчику. Вот здесь прикрепили. И на спинке в нужном месте прикрепили. Во-первых, вы видите точно это место. Во-вторых, берете сантиметровую ленточку и просто измеряете расстояние. Выбираете отметочки, делаете здесь, тут, здесь, допустим, вот тут. Сделали отметочки, где у вас будет вот эта самая претеречка жить. И померили ее длину. Когда вы померили ее длину, из макетной ткани вырезали любой из вот этих вариантов. Если у вас просто вот такие вот завязки, то вам просто ничего не надо. Рассчитайте, какой длинный бантик у вас должен быть и все. И вырезали. А вырезав, накололи вот на это все и доработали вот эту вот маленькую вашу верхнюю деталь, вашу бретеречку, вы всю ее форму эту уточнили и доработали во время примерки. Вот и все. Мы хорошие. Вот так легко и просто вы можете шить себе любой сарахан. Но для этого вам нужно иметь, конечно, хорошую базовую конструкцию. Но чтобы ее построить с нагрудной выточкой, с таревыми выточками, конечно, нужно потрудиться и постараться. Об этом мы много говорили на предыдущих наших уроках. Поэтому вы можете туда заглянуть, можете почитать книги. Можете еще дождаться открытия, наконец, моей онлайн-школы. Приобрести этот курс, там будет очень много самопроверки, чтобы вы не делали каких-то очень-очень грубых и непоправимых ошибок. И будет вам гораздо легче. Всем успеха, здоровья, радости, мира, счастья, тепла, хорошего настроения и всего самого-самого лучшего. Я вас люблю. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Субтитры создавал DimaTorzok